В этом видео подборка лучших реакций формата «Притворяюсь новичком» за 2020 год, а также не вошедшая в предыдущие части. Для тех, кто не знает, что это за формат, я гитарист и занимаюсь гитарой уже почти 10 лет. Я записываюсь к реальным преподавателям гитары на Авито, созваниваюсь с ними и притворяюсь новичком, а потом играю как умею. Какая у них реакция, вы сегодня увидите. Сегодня лучшее видео на канале, потому что сегодня подборка лучших реакций, и поэтому нам нужен лучший розыгрыш. В общем, розыгрыш 8 гитар Yamaha F40 и 2 гитар Yamaha F310, в общем, 10 гитар за подписку, лайк и комментарий в первые 4 часа после публикации этого видео. Итоги через 24 часа в моем инстаграме akstar.music.vot. В сторис будет 10 комментариев, которые выиграли. Всем привет, это канал Akstar. Это видео на самом деле должно было выйти в конце 2020 года, но вот что-то не получилось. В общем, это подборка лучших реакций формата «Притворяюсь новичком». За весь 2020 год, за все эти выпуски. Реакции, которые понравились вам больше всего, также будет не вошедшая в прошлое видео. Вот, потому что много материала, остались крутые реакции, вот они сегодня будут. В этом видео нет рекламы, это видео просто, чтобы вспомнить, что было в 2020 году, и немного поднять вам настроение. Приятного просмотра. Привет. Здравствуйте. Да-да-да, ты сказал, у тебя уровень начальный, хочешь научиться на гитаре играть? Да. А ты, скажи мне, ты на гитаре для чего хочешь научиться играть? Что-нибудь классическое такое там, сонаты, или так девчонок покадрить во дворе? Ну, да, типа того, может Соя какого-нибудь сыграть, что-нибудь такое. О, классическое такое. А гитару покажи свою. Вот. Ага, я тебя понял. Классическое. Сразу пока так это тебе скажу еще, какие штучки пригодятся. В принципе, я уже посмотрел пару роков на ютубе, там, ну, это классика всякий, кузнечик. Ну, это я понял, да-да, кузнечик, ладно, а что-нибудь там, какие-нибудь аккорды уже там, знаешь, смотрел какие-нибудь, там, позиции пальцев, что-нибудь такое? Ну, вот. Какой-нибудь классический АМ там, да, вот что-то такое, смотрю, ОДМ пальчиками зажимаешь. Ну-ка, что-нибудь дрянькни. Вот так. Ага, Паш, ну, в твоем случае, как бы, да, девчонок кадрить. Такую гитару жалко просто, не тот случай. Вот, а так-то я тебя, как бы, Паш, научу играть, я тебе даю гарантию, ну, раз уж тебе желание есть, по-маленечку мы с тобой пальцы твои натренируем. Главное, не жалей себя, я-то тяжелеть точно не буду. Научимся и мы играть и боем, и аккордами, и еще самое главное, барре. Ну, ты парень взрослый, уже с грифом должен быть знаком, и тогда сюда ездить уже, наверное, умеешь. Поэтому научимся. Смотри, вот ты там уже два аккорда зажимал, а М. О, отлично. И самое простое, как меня учили когда-то в детстве, в пятом классе, на третьем ладу первую струну зажми. Это типа будет аккорд на ШЖ. Наверное, чтобы легче было, да? Ну, конечно, да. Я же тебя сейчас вот первый раз мучить не буду, а с барышечками потом мы с тобой. Так, короче, четыре аккорда. Белый снег, серый лед, потом С, на растреснущейся земле, одеялом лоскутным на ней дрем идет, и город в дорожной петле. Вот так вот зажмем с тобой. Ну, пока дренька им правой рукой по-простенькому, сверху вниз, особо изгаляться не будем. Потом, если все пойдет нормально, научимся с тобой фингерстайлу, фингерпикингу, фингерчпокингу, и все такое современное, модное. А почему так? Ну, пока вот эти фингерчпокингу, потому что заебешься, и учиться ему, это дело такое сложное. А там он фингерчпокинг и называется. Ну, я могу попробовать по-другому, я учился там по урокам, немножко уже. Ну, давай попробуем, ты по грифу хочешь, спуститься чуть-чуть? Я не знаю, бары получится, не получится, но я попробую. Давай, давай. Это самое быстрое обучение, которое у меня было. Походу, ты меня развел, парень, а? Ну, да, немножко. Слушай, молодец, молодец. Походу, для тебя он нифига не чпокинг, да? Нормально ты? Так, вот играешь, разбираешься, смотри. Слушай, круто, круто, Паш, молочинно. Ну, в принципе, можем до конца занятия что-нибудь поделать. Сейчас сколько? 45 минут пойти и должно. Могу, в принципе, вам что-нибудь показать. Учитывая, что я беру оплату по занятию, то, в принципе, я могу тебе уже это со мной. Простите. 5 минут. Ладно. Притворяюсь новичком. Внимание, информация чисто для левого уха, только для левого. Когда на этом канале стукнет 1 миллион 920 тысяч подписчиков, я сделаю стрим, который будет длиться 24 часа. Первый гитарный стрим в России 24 часа. Просто подпишись, как только бахнет миллион 920, сразу 24-х часовой стрим. Притворяюсь новичком. А что ты вообще умеешь на гитаре? Ну, в серии там струны зажимать, аккорды, может быть. Я учился очень много лет назад, помню только вот аккорд и какую-то мелодию. А, Гарри Поттер. Ну, смотри, давай, чтобы ты вспомнил потихоньку, начнем с простого упражнения. Можешь взять аккорд, который ты показывал, ЛМ. И простой перебор. Без басовой струны, просто 3, 2, 1. То есть, соответственно, дергаешь третью, вторую и первую струну по очереди. Подожди, вот правильно так? Да, вполне. Можно на другом? Да, конечно. Ну, где тебе удобнее, если знаешь какие-то аккорды, послушай звучание. Думаю, понравится. Понятно. Не, ну здорово, я так не умею. Ты уверен, что тебе нужны уроки? Типа, вряд ли я тебя чему-то научу, я там только вот из серии аккордами умею и баррэ научить могу. Притворяюсь новичком. Вот эта мелодия, она прям хитовая, вот ее, не знаю, каждый, не знаю, каждый школьник, может, слышал. Это еще мелодия старших родителей. Называется Take On Me. Давай покажу, как она звучит. Вот она, первая струна. И мы там видим, да, цифру 2 еще наверху, да, первая цифра. Да, понял, а дальше, наверное, второй лад. Второй лад. Потом идет третий лад на второй струне. И четвертый лад на третьей струне. И все, у нас такая лесенка получилась, и всего лишь, что надо сыграть лесенку. Только смотри, давай лучше расслабленной рукой такой, чтобы она у тебя вот расслаблена была. А то у тебя вообще вот, ну что это такое, вот такое. Понял, сука, ты. Да, да, ослабь, как будто ты вот вообще тысячу лет уже. Вот она. Дальше, дальше, смотрим, дальше. Потом идет открытая, да, Нолик, Нолик, это открытая струна, вообще ничего. Вообще ничего не бьем, короче. И просто. Блин, давай баррэ попробуем, ну че смеяться вообще, на детский сад. Давай баррэ. Смотри, баррэ просто на себя берешь вот так вот, на себя тянешь, одним пальцем, на себя, с весом. Во-во-во, правильно-правильно, ну-ка послушай, звучит что-нибудь? Ну вообще да, вообще звучит. Так, и пять. Вот теперь берем все вместе. Все вместе здесь пальчики прислонили и поехали. Ну да, для первого раза баррэ, конечно, слабоватенько, но ничего, как бы разберемся там по пути. И все бывает первый раз. Так. Стоп, давай еще раз не косячим, не косячим. Пять, пять, ноль, три, два, тут ритм. Та-та-та. Пойдет. Разберем. Потом опять пас, только четвертый. Понимаешь, это здорово вообще, мы с тобой еще сработаемся. Попробую все вместе, наверное, соединить. Ну-ка. Не знаю, получится. Ну-ка, давай. Тогда щелчок мы добавим на следующий урок. Деньги я не верну. Деньги я не верну. Ладно. Хорошо. Притворяюсь новичком. Ну, когда созванивались, я говорил, что у меня как бы раньше была гитара, но я вот просто мне недавно ее купили, и я хочу вот вспомнить все вот азы. Просто единственное, что я раньше умел играть, это нирвана. Что-то вот так. Ну да, почти, молодец. И ты хочешь научиться продолжить, да, я так понимаю? Да, вот мне в идеале, я бы хотел, я говорил, что хочу научиться играть соло оттуда. Правая рука у тебя на правой части гитары, на этой части. И все, рука у тебя свободно играет, левая рука у тебя на грифе, перебирает струны. Ну, сейчас я попробую. Сейчас, секунду. Я... Тяка подастра, да, еще? Да, так. Не должен вылазить, получается, правая рука. Да, да, да. Ну, так. Не торопись, не торопись. Сомборный край. Сомборный край. Ну, правильно. У меня даже наушники упали. Правильно, да. Это... Ты точно хочешь сказать, что ты не умеешь играть? Давно в руки гитару не брал, да? Притворяюсь новичком. Итак, сегодня мы с тобой договорились разучить достучаться до небес. Боб Дилана, помнишь? Да. Я расскажу немножко, я занимался где-то полгода-год курсами гитары. И вот в связи с этой пандемией, я немножко прекратил и дома занимался сам. Что ты последнее разучал? Мощно, 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 мощно. Смотри. Песня, соль, мажори, да? Соль, помнишь, как зажимается? Меня учили по буквам, там, а, э, м, джи... Джи, 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 вот. А, да, джи. Ага, да-да-да, еще раз. Еще раз можешь? Ага. Ну, знаешь, чем ведь мажор от минор отличается, да? Ну, мажор вроде весело звучит, а минор грустно. А, да-да-да, вот именно так и есть. А можете продемонстрировать произведение, которое мы сегодня разбираем? Ну, давайте. Вот, соль, ага, ше. Извините, вот... Если честно, мне вот одна композиция на гитаре очень нравится, из-за которой я и начал играть на гитаре. Смогу ли я ее сыграть? Сейчас. Реквен по мечте. Вот. Не, а сразу, как бы, знаешь, не было бы, как бы, с моей стороны, как бы, это грубо, да? Но пойми, это, как бы, пока не твой уровень. А тебе сколько сейчас лет? 21. Вот, 21. Если бы ты начинал где-то лет с 10, да, вот, возможно, что-то можно было бы придумать, да? Но в данный момент, чтобы выучить такую композицию, нужна огромнейшая практика. Угу. Вот. Как минимум сидеть, вот, знаешь, по 4 часа в день, если не больше. Ладно, я понял. Продолжим. Да. У нас идет соль, то есть жарь. Третий аккорд это ля минор. Слушайте, может, попробуем все-таки, или каким-то по мечте, вот, сыграть, хотя бы начать разбирать. Честно говоря, я его в последнее время, в посвободное время, я его иногда разбираю, пытаясь подобрать как-то. То есть я уже начал его немножко разбирать. Как бы тебе это объяснить? Я понимаю, как бы, понимаешь, в данный момент я никак не хочу, как бы, перечить тебе, но лучше все-таки научиться правильно сначала играть, да? Но на начальном этапе такие сложные композиции, а «Райковина по мечте» это очень сложная композиция, особенно для новичка. Это очень сложно. Ну, я не знаю, если... Я даже не могу предположить... Может быть, я попробую вот начать сыграть, вы там посмотрите, как это. Ну, давай. «Райковина по мечте» Я понял, я понял, я понял. Я понял, ты меня разыгруешь. Нет, я... Блин, серьезно, а я... Обалдеть. Ты играл раньше, ты играл раньше. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Притворяюсь новичком. Я так понимаю, зовут Аркадий? Да. Скажите, пожалуйста, Аркадий, вы с гитарой знакомы, раньше занимались хоть немножко? Просто играл, там, кузнечика, что-то такое. А гитара у вас с собой? На ней шесть струн, да, как вы видите? Да. Отсчет начинается с нижней струны. Шестая, пятая. Нет, наоборот. То есть, смотрите... А вы можете вот показать, как играется? Какая красота! Очень красиво звучит. Очень красиво, мне нравится. Вот примерно так. Начинаем мы с аккорда С. Можно спросить, а вот так как вы сыграли, через сколько я в лучшем случае могу так сыграть? Если вы приложите достаточно усилий, то через неделю-две, то вы точно так сыграете. Понял, хорошо. Надеюсь, вочисля. Истем, а можно еще вопрос задать? А сколько вы играете на гитаре уже? Десять лет. А преподаете? Преподаю два года. Так, аккорд G. Мы дергаем шестую и вторую струны. Да. Вообще, я из этой песни, я уже разбирал кое-какой фрагмент. Если хотите, могу показать. Ну, если хотите, покажите, пожалуйста. Я не помню. Это где-то... Ну, это не начало, это уже больше ближе к середине. Сейчас. Там бары зажимаются. У меня, правда, очень плохо получается. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я могу сказать, что то, что вы сейчас сыграли, это звучит очень здорово и, конечно, совсем в другой обработке, нежели мы с вами сейчас учим И я даже, у меня появились сомнения в том, нужна ли вам вот эта медленная версия, которую мы с вами сейчас разучим А это сложнее, да, получается? Притворяюсь новичком Естественно, с преподавателем, известным за фингершпокинг, я связался с другого номера телефона, с другого скайпа, чтобы он ничего не заподозрил Поэтому мое появление было неожиданным для него Здрасте Здравствуйте Ну, Кристина, расскажите мне, что побудило вас заняться струнорванием, горлодранием? Ну, ролики на ютубе смотрела, решила попробовать научиться И гитару сразу нехилую купила, батон себе взяла Так, ну, подскажи мне, предпочтения музыкальные есть какие-нибудь? Ну, хотела бы что-нибудь спокойное, красивое Спокойное, красивое, простая, без аккордов Вот можно с нее начать, я покажу Ну, либо перейдем к чему-нибудь посерьезнее Это если вдруг есть парень, знакомый, кавказец Можно будет ему лесгинку забахать Не, нету А, или испанец какой-нибудь Или все-таки спокойное А фингершпокингу можете научить? А, смотрела ролик, да Можно фингершпокингу, конечно Ну, а думаю, что вначале лучше подработать над ритмом, над техникой Потом, конечно, и фингершпокинг И отгитарасишь всех ребят во дворе и знакомых И нормально все Ну, ладно, попробую что-нибудь зажать на гитаре Это первый раз, да, ты? Да, вообще ничего не умею А маникюр покажи на левой руке Не жалко? Да нет Да нет Ладно, я понял Тогда самое простое Отсчитай шестой лад на грифе Сверху Раз, два, три, четыре, пять, шесть Вторую струну снизу найди Указательным пальцем зажми Правильно Третью струну на седьмом ладу, чуть выше Вот так зажми сейчас и держи Дальше правой рукой Большим пальцем Начиная с четвертой струны Вниз просто спускаемся Четыре, три, два, один Ну, начинается Кристина, ты здесь еще? У тебя камера упала, если ты не видишь Павел Павел Здравствуйте Здравствуйте Здравствуй, привет Думаю, что меня Ярик так уговаривает Возьми девочку поучиться У меня расписание, блин, забито Возьми Взял И опять, а И опять я попался Смотрю, девочкой играть-то не можешь Господи, ну как же вместе Когда мне с ней заниматься Паш, ну, может, ты ее научишь Она про фингершпокинг говорила Да, конечно Давай, чтобы она там Хорошо Ну вот Давай На этом все Надеюсь, тебе понравилось Это видео, и оно укунул тебя В лето Когда выходили эти видео Это был канал Акстар Не забывай участвовать в розыгрыше Десяти гитар Подписка, лайк, комментарий Первые четыре часа Итоги через 24 часа В моем инстаграме Акстар.мьюзик Спасибо за просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok